Самарский парадокс. Браков заключают меньше, а вот детей рождается все больше. В прошлом году в регионе на свет появилось почти 41 тысяча малышей. И это стало рекордом за последние 15 лет. В 2016 этот показатель может стать еще выше, рассказали в управлении ЗАГС. Меры государственной поддержки семей на всех уровнях оказались очень действенными. И сегодня можно наблюдать увеличение количества рождений вторых, третьих и последующих детей. И, конечно же, эти цифры нас сегодня радуют. За полгода зарегистрировано 295 двоин, 7 троин. Тоже такие положительные увеличения. Для семей с детьми в Самарской области предусмотрены 28 видов пособий, доплат и компенсаций. В прошлом году из областного бюджета на эти цели ушло 4,5 миллиарда рублей. В этом запланировали больше 5 миллиардов. И на одном ребенке самарцы не останавливаются. За 5 лет многодетных семей в регионе стало почти в два раза больше. В большой семье, как правило, воспитываются дети лучше. С резервного фонда губернатора более 100 семьям, где там 11, 10, 9, 8, некоторым 7 детей, мы поддержали их квартирами или поддержали для того, чтобы они обустроили свое жилье. В передвигах Самарский регион и по внедрению электронных технологий, чтобы зарегистрировать брак, теперь не обязательно подавать заявление в ЗАГС. Сделать это можно, не выходя из дома через единый портал госуслуг. В нашем регионе одном из первых эта система заработала в полную силу. Опыт приехали перенимать астраханские коллеги. Нам, конечно, всегда интересен опыт других регионов, в частности Самары, потому что они в числе передовиков по представлению государственных услуг в электронном виде. То есть у них в полной мере реализована та возможность электронной подачи заявлений, какой у них, в частности, на территории Астраханской области. Хотя новые технологии не повлияли на количество браков. Тут статистика не радует. Жениться стали реже. Причина – демографическая яма 90-х. А вот неожиданным стал другой позитивный показатель. Резко снизилась смертность на полторы тысячи случаев по сравнению с прошлым годом. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.